Интеграционные процессы на результаты пока еще не повлияли, потому что интеграция реальная начинается только сейчас и идет сейчас. Что касается результатов 2009 года, давайте вспомним, какой он был год. Это был кризисный год, и мы перед собой ставили три основных задачи. Первая – это сохранить финансовую устойчивость и максимизировать финансовый поток, денежный поток свободный. И здесь мы можем сказать, что мы 100% выполнили наши цели, и у нас свободный денежный поток по итогам года вырос на 82%. Результат очень хороший. Кроме того, по выручке мы выросли на 15%, что, наверное, никто не ожидал, но это еще раз подтвердило, что услуги фиксированной связи, они являются так называемыми якорными услугами для населения, и, напротив, во время кризиса их потребление выросло. Ну, а далее мы перед собой ставили задачи интегрировать наши активы, особенно в регионах, что мы и делали на базе успешной, на базе стопроцентной нашей дочерней компании Комстар региона. Это вот то, что касается… И, безусловно, нас крайне интересовал процесс так называемого развода с государством по нашему пакету в связи инвестий и пакету государственному в МГТС. И этот процесс в 2009 году мы, наверное, начали уже реально наконец-то. Было подписано соглашение о намерениях между связи инвестной системой и Комстаром, и сейчас мы находимся в процессе реализации этого соглашения. Долговая нагрузка, наверное, уникальная, потому что она вся в рублях, и, собственно говоря, это практически вся долговая нагрузка. Это 26-миллиардный кредит Сбербанка, который мы сейчас в очередной раз реструктурировали. Он как раз связан с пакетом связи инвеста, потому что под него и заложен этот пакет. Больше практически долговой нагрузки у компании нет, и она крайне комфортная. Потому что, во-первых, вся в рублях, а выручка тоже в рублях. У нас нет никаких валютных рисков. Кроме того, она очень низкая. Поэтому я и говорю, что когда мы закончим реорганизацию со связи инвестом, то группа будет практически компанией, ну, не с нулевой, но близкой к нулевой долговой нагрузке.